Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимый владыка Евгений, архиепископ Верейский, ректор Московской Духовной Академии, дорогие отцы, братья и сестры, профессора, преподаватели, студенты Московской Духовной Академии. Я всех вас поздравляю с юбилеем, с двухсотлетием Духовной Академии у Святой Троицы. Это замечательный юбилей, который совпал с юбилеем 700-летним преподобного Сергия. И замечательно, что так эти даты совпали. Потому что, если бы не было преподобного Сергия, не было бы Лавры, и, наверное, где-то в другом месте была бы Московская Духовная Академия. Но по промыслу Божьему свершилось то, что свершилось. И Академия после Наполеонова нашествия из раззоренной Москвы была переведена сюда, но уже на новых началах. Образовалась школа нового типа. Духовная Академия, которых раньше не было в России. В Петербурге и в Москве только. И мы знаем, какой блистательной была история Московской Духовной Академии в дореволюционные годы. Мы знаем, какое большое количество архипастырей, замечательных пастырей, богословов вышло из этих стен. И совершенно справедливо сейчас было сказано, что в годы лихолетии многие из выпускников московских духовных школ, многие из профессоров и преподавателей прошли подвигом исповедничества и мученичества. Засвидетельствовав верность Церкви Божией, верность тем духовным принципам, которые были заложены еще при крещении Руси и которые расцвели и принесли богатые плоды в жизни нашего народа. И когда открылся этот храм Покровский в Духовной Академии, то тоже, видимо, не случайно, что именно праздник Покрова был избран в качестве главного, престольного, академического праздника Московской Духовной Академии. Потому что праздник этот какими-то особыми духовными связями соединил Византию и Русь. Причем об этом нужно специально поговорить, подумать. Как получилось так, что историческое событие, имевшее место на берегах Босфора, спасение царствующего града от нашествия наплеменников, дивное видение романам-сладкопевцам при чистой Богоматери во Влахернском храме с распростертым амафором, почему это событие почти что полностью ушло из исторической памяти местной Константинопольской церкви, но не с необычайной силой было усвоено здесь, на нашей земле. Праздник Покрова мы почти приравниваем к двунадесятым праздникам. Это великий праздник. Мы служим по уставу великих праздников. Как много Покровских храмов, монастырей по всему лицу русской земли. Как почитает наш народ это событие, отдаленное от нас многими веками и географическим пространством, и имевшее огромное историческое значение для другого народа и для другого места. Почему так было все воспринято сердцем нашего благочестивого народа? Почему этот рассказ о видении лег в основу великого праздника русской церкви? Совсем не случайно. Мы называем страну нашу уделом Пресвятой Богородицы. Она с нами. Она над нами. И этот образ Покрова является в каком-то смысле частью нашего национального самосознания. Сравнительно недавно я имел беседу с людьми и мы обсуждали тяжелое нынешнее политическое положение, в котором оказываются православные страны. И, конечно, мы говорили о России, о многих трудностях и скорбях, о многих опасностях, которые угрожают нам сегодня нашей самобытности, нашей вере, нашему национальному самосознанию, нашей свободе, нашей независимости. И одна женщина, у которой не было каких-то особых аргументов, чтобы, видимо, рационально сформулировать свою точку зрения, обращаясь к неведомым противникам, сказала дивные слова «Отстаньте от России! И над ней покров Пресвятой Богородицы!» Я навсегда запомню эти слова. Это было некое пророчество простой женщины, которая так точно сказала о самой сердцевине нашей национальной идеи. мы верим, что мы под покровом Пресвятой Богородицы. И совсем не случайно событие многовековой давности, имевшее место в Византии, приобрело масштаб всенародного празднования здесь, на Руси. Мы прошли тяжелейшими путями нашей национальной истории. Несколько раз мы были на волоске от гибели, как народ, как страна. И всякий раз избавление являлось Божьим чудом. Разве не чудом была победа на Куликовом поле? Я уже имел возможность говорить об этом в связи с празднованием 700-летия со дня рождения преподобного Сергия. Не было никаких шансов у русских выиграть эту битву. Потому что слабому русскому воинству и еще не вполне сплоченному противостояла профессиональная, многонациональная, хорошо вооруженная, испытанная в боях армия. Силы были совершенно неравными. И когда Дмитрий Донской, князь великий, сознавая это неравенство сил, этот колоссальный риск, который он готов был на себя принять, пришел к преподобному Сергию, то слово преподобного было решающим. Не скажи, преподобный, благословляю, не встал бы рисковать Дмитрий Донской и воинством, и всей страной. И снова преклонил бы свою выю, а вместе с ним выю в нос в очередной раз преклонила бы вся земля русская. Но он пошел по благословению преподобного Сергия и знаем, что одержал победу. И хотя это была не окончательная победа, но это была победа, имевшая огромное духовное, нравственное и психологическое значение для народа. Русь поняла, что она способна бороться и завоевать свою независимость. И разве это не явление Божьего чуда? И в день Рождества Пресвятой Богородицы свершилось это явление Божьей милости. А победа над Наполеоном, а еще ранее выход из смутного времени, все это сопровождалось всенародными молитвами, предыконами Казанской, Смоленской. И знаем, что народ нас связывал эти победы с предстательством Царицы Небесной. Как и последняя война, обернувшаяся действительно чудом победы над врагом во много превосходившим нас, над врагом, который ни на ни минуту не сомневался в победе. у которого был точный план, календарный план захвата России. И во реализации этого плана никто не сомневался, наверняка, замерев дыхание, следила за этой войной и Европа, мало надеясь на то, что Россия выстоит. верю, что молитвами мучеников и исповедников предстательством Пресвятой Богородицы мы были спасены. Как и события на исходе 20 века, когда в одночасье все изменилось в нашей стране, и церковь вышла из более чем 70-летнего пленения. Верим, что поелику над Отечеством нашим покров Пресвятой Богородицы, то у нас есть надежда на победу, на сохранение самих себя такими, какими мы есть, какими мы вышли из Киевской купели Крещения, которыми мы стали на путях духовного и культурного подвига нашего народа. Царица Небесная простирает покров над землей нашей. И как замечательно, что этот день является главным праздничным днем для Московской Духовной Академии, школы, которая является кузницей кадров для Русской Православной Церкви. И обращаясь к профессорам, преподавателям, студентам, я хочу сказать, помните о том, что вы, как и Отечество наше, под покровом Пресвятой Богородицы, но покров Пречистой Царицы Небесной там, во Влахермском храме, не был простерт просто так. Он был простерт в ответ на горячую молитву жителей Константинополя. И на протяжении всей истории Царица Небесная покрывала нас покровом не автоматически, не просто потому, потому что мы вот такие, потому что мы ведь всякое время бывали разными, и Русь была не только святая, но и безбожная, и являла не только образец духовной, нравственной красоты, им интеллектуальной силы, но и греха, разврата и слабости. И помнить должны, что покров простирается над нами в ответ на нашу молитву, в ответ на нашу веру, в ответ на нашу способность жертвовать Богу. то, что мы имеем, наш разум, нашу волю, наши чувства отдавать под силу действия его божественного закона. Вот тоже должны помнить и студенты, и преподаватели, и профессора, никак автоматический покров не простирается при чистой Богоматери над этой школой. но в ответ на вашу молитву, на вашу веру и на ваши труды. И вот в этой синергии божественного и человеческого сила каждого, кто с верой и надеждой обращается к Богу, к Его причистой Матери. И в этот день от всего сердца я хотел бы пожелать всем нам, всему нашему народу, церкви нашей и этой прославленной школе, чтобы в ответ на нашу веру и на нашу молитву, на нашу целеустремленность к высшему и горнему простирался всегда над нами покров причистой и преблагословенной Царицы Небесной. Аминь. Аминь.